Внимание! Прямо сейчас твой компьютер и все твои аккаунты находятся под угрозой для того, чтобы обезопасить себя. Просто поставь лайк и подпишись на канал. Всем привет, друзья! С вами Джонни, и как вы поняли по названию ролика, да, Аризону взломали. Досматривайте ролик до конца, чтобы понять, как же всё это происходило. Ну и, конечно же, как вообще получилось так, что кто-то взломал Аризону. Но если ты до сих пор не начал играть на лучшем проекте в GTA V, вся подробная информация есть в описании. При регистрации на сервер обязательно указывай мой промокод, а именно STAR маленькими буквами. Указав его при регистрации, ты получишь при старте 2000 долларов игровой валюты, ну а также достигнув пятого уровня целых 50 тысяч. Я считаю, это довольно-таки неплохой бонус, поэтому дерзай. Не забудьте про лайк и подписку, ну а я вам желаю наиприятнейшего просмотра. Всё началось с того, что мне написал друг ВКонтакте, кидает ссылку на ролик, смайлик. Взломали сервер Аризона, смайлик. Я, конечно же, в это не поверил. Давайте сейчас посмотрим тот самый ролик и проанализируем его. Сервер был взлом. Сервер уловил гради всем оставаться на своих местах. Охуенно. Честно, когда я это увидел, я подумал, что возможно это какой-нибудь пранк от админов. Либо же, возможно, какой-нибудь ютубер как-то прикалывается над игроками. Потому что, согласитесь, выглядит это как-то нелепо. Ибо, как оно всегда бывает, при случае каких-либо взломов, обычно взломщики делают очень жесткие вещи. Например, включают мувики из Standoff 2. Лайк, если понял отсылку. Но по факту, что мы видели? А увидели мы Володю и какое-то странное голосовое сообщение, которое идет на репите. Сервер был взломан, оставайтесь на месте и так далее. Но, как оказалось потом, это был никакой не пранк. Потому что та же фигня была у большинства игроков. Вот еще один такой фрапс. И знаете, уже после того сообщения, где затронули чью-то мать, стало понятно то, что вряд ли это какой-либо пранк. Вот честно, я никогда подобное не встречал. Вы только представьте, как это работает. То есть, получается, какой-то хакер-школьник взломал игру. Сервер. Как? Такая же проблема была у моего хорошего друга Янг Реванджа. Шо? А шо за хуйня? Пусть... Нормаш. Подожди, а где, мать... Где написано, мать ебал? Ебать, что за бред, пацаны, вы это видите? Да, а где написано, мать ебал? Пацаны, в общем-то, зашел только что на Аризону. И, блядь, это... Экстренное включение, нахуй. Просто охуел. Что это такое? А как они могли взломать, вообще? Я не знаю. Ебать, смотри. Бред какой-то, вообще. Дело же сильное, вообще, билет. А, вот, смотри. Смотри, Ляне, оно еще ярче стало, просто. Я не знаю, что здесь делать. И все, да, зависла игра, что ли? Я не знаю. Ебать, смотри, смотри, просто на такой не... Просто игра, все зависла, и вообще ничего не происходит. Так это Путин, это Путин. Володя взломал сервер. Пароли были украдены. Думаю, все услышали то, что пароли были украдены, продаются там и все такое. Короче, ребят, можете не переживать. Никакие пароли никто не сливал. Но и так как Ян Грэвенш кентуется со Стасом Мейсоном, ему удалось узнать, как взломали Аризону. Я связался именно с директором Аризона, с человеком, который непосредственно является именно директором и отвечает за все эти вопросы. Я написал, Стас, привет, а что это такое? Что это вообще был за вздом? Привет, в чатике дырка, он мне ответил. Вот что я записал ему примерно вот такое вот голосовое. Просто Стас зашел вот утром на сервер, мне парень написал ВКонтакте, что что-то ломали, и я зашел просто, ну, охуел. Смотрю, картинка вылазит и просто какой-то войсерет чел. Я реально сам был просто в охуе, как вообще такое может произойти. Сервер с 15-тысячным онлайном в Сампе и с онлайном 1000 в GTA 5, и просто вот такая отхерня. И он мне ответил, что это была в чатике дырка, сейчас будет фикс. Дальше я его спрашиваю, как он вывел свою картинку. И он мне отвечает через чатик, сейчас найдут его и пофиксят эту штуку. Спасибо Янгревенжу за подобное расследование. Ссылочку на его ролик я оставлю в описании, можете тоже глянуть. И по итогу, друзья, что же у нас получается? Какой-то хакер Вася Пупкин с помощью голосового чата как-то выводил на экраны других игроков такие сообщения. Видимо, в самом голосовом чате была какая-то лазейка, но спешу вас порадовать, все это уже пофиксили, то есть был после этого рестарт, и ситуация нормализовалась. В целом, ребят, как-то так. Обязательно напишите в комментариях, если у вас тоже выскакивали такие вещи. Интересно было бы увидеть реакцию игроков, потому что, согласитесь, увидеть такое, реально можно подумать, что кто-то и всерьез взломал целый сервер. На этом данный ролик заканчивается. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был, как всегда, Джонни Стар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok